Здравствуйте, уважаемые радио и телезрители. В эфире программа Дюйной Дюберту. Мы сегодня будем говорить об очень интересной теме, о роли Франции и Германии в Европейском Союзе. Для этого мы пригласили чрезвычайных и полномочных послов Франции господина Микаэла Ру. Здравствуйте. 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 И посла Федеративной Республики Германии в Кыргызской Республике Монику Иверсон. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Морал очень благодарна вам, что вы любезно согласились прийти на передачу и напрямую рассказать о тех отношениях, которые происходят сейчас на европейском континенте. Но перед началом я бы хотел зачитать коротко биографию. Господин Микаэл Ру, посол Франции в Кыргызской Республике известный, уже в течении года выступает у нас. А вот госпожа Моника Иверсон, она недавно только назначена она была послом. И в свое время она закончила академию дипломатической службы. Работала референтом отдела отношений с Польшей и странами Балтии. Референтом по работе с прессой и протоколом в городе Стамбуле. Референтом отделом по вопросу Совета безопасности ООН, отдел ООН. Работала временным поверенным делам Федеративной Республики Германии в городе Ла Пас, Боливия. Советником, постоянным представителем Федеративной Республики Германии в ООН в Нью-Йорке в Совете безопасности. Заместителем руководителя отдела отношений с Турцией, Румынией и Болгарией. Временным поверенным послом в Алжире. Руководителем отдела отношений с Турцией и государственными входящими в Евразийский экономический союз. И посланник посольства ФРГ в Тел-Авиве. И последнее назначение в 2017 году, чрезвычайный полномочный посол ФРГ в Кыргызской Республике. Это биография чрезвычайно полномочного посла Моники Иверсон. Очень приятная, я думаю, короткая информация. Уважаемые господа послы, у нас первый вопрос, он заключается в том, что каковы сейчас отношения между Францией и Германией в Европейском Союзе? Госпожа посол Моника. Спасибо. Большое спасибо. В первую очередь я хотела бы поблагодарить Радио Морал за то, что они пригласили нас сегодня и дали нам возможность поговорить о Европе. И к вашему вопросу. Из моей точки зрения, сегодня эти французские отношения очень хорошо, как никогда. И это очень важно, потому что мы в Европе и в Европейском Союзе стоим в больших требованиях, которые мы только можем защитить вместе. Отвечая на ваш вопрос, я хотела бы сказать, что отношения между Францией и Германией в настоящем времени являются очень тесными. Наверное, можно утверждать, что они никогда не были такими тесными. Это действительно абсолютно необходимо, потому что мы находимся сейчас перед такими вызовами, на которые мы можем ответить только вместе. Я хочу сказать только несколько ключевых слов. Это финансовый кризис, проблемы с миграцией, проблемы безопасности, торговля, развитие экономического, цифровое преобразование общества и так далее. Это вот все те вызовы, которые мы сейчас должны каким-то образом ответить на них и ответить совместно. Если мы взглянем в историю, то нужно сказать, что до 1945 года было многочисленными войнами. И, вы знаете, историческое примирение между нашими двумя государствами, которое стало возможным после 1900-1900. в 1945 году считается, и поэтому я сама свидетелью, об этом я слышу во время многочисленных разговоров на моих встречах, стало примером того, как совместное сотрудничество могут наладить бывшие непримиримые враги. Для этого исторического примирения понадобилось и историческое политическое видение, которым оказались способны два представители двух народов, я имею в виду Деголя и Аденаура, которые лично внесли очень большой, существенный вклад в дело примирения двух народов, двух стран, которые сейчас пользуются плодами сотрудничества. И я могу сказать, что Deutschland до сегодня очень благодарна, что эта усынованность была возможна, что после ужасных войсков, в которой были на гражданинской войны в начале, и между которыми, во многих, во многих, во многих, во многих французских войсках было в том, что это сделано, что было возможно, с этим выражением, которое сегодня экзелентным, и это требование, которое было бы много работы, но это было очень успешно, и, как говорится, это пример для других стран на мире. Мы в Германии очень благодарны французскому народу за предоставленную возможность. И особенно эта благодарность наша усиливается на фоне того, что мы очень хорошо осознаем, какие неисчислимые преступления были совершены во время нацизма в Германии, от которых пострадали в том числе и очень много граждан француз. Мы очень рады тому, что перед нами открылся путь, который позволил установить нам действительно великолепные, замечательные взаимоотношения между странами. За этим стоит очень много работы. Но мы можем сказать, что это большой успех. И, как я уже упомянула, это очень позитивный пример для всех. Это, как я сказал, знал, что мы вести соединения союзными глубиной, в optimиси в Германии. И мы можем больше у bre을 взаимоотношения из Украины и вам удалось сделать это уже украинение, которые в этих условиях, в том числе и в том числе, что у нас есть позитивные универсии, которые вещества, в том числе и в Украине, и в том числе и где в том числе, что вiąбую от соглас義, в том числе и в том числе и в том числе, что мы имеем в том числе, Мы в Европе все, но в Европе, но в Европе и в Европе еще больше. Сейчас уже упомянуть, существуют обстоятельства внешнего характера, которые становятся угрозой и нашим совместным ценностям, и нашей безопасности. Именно поэтому совершенно необходимо, чтобы мы выступали вместе, чтобы мы могли каким-то образом противостоять такому влиянию. И мы имеем в основном интересе, и я думаю, что в Европе и в Европе и в Европе, чтобы мы находимся в Европе и 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 в Европе. И мы будем понимать, что наша голоса будет слышать. Для народных стран, которые только не супермейцы, будет всегда сложнее, чтобы мы слышать. Мы имеем в любом интересе, нас в Европе и в Европе и в Европе. Таким образом, чтобы Европейский Союз оставался дееспособным. Это совершенно необходимо для нас держаться вместе, для того, чтобы был услышан совместный голос Европейского Союза. Потому что национальные государства, если они не представляют из себя супердержав, очень трудно достигают той цели, чтобы они влияли действительно на какие-то процессы, которые происходят независимо от них. А мы хотим стать голосом, который будет услышан. И в этом состоит наш неизменный и очень важный интерес. И чтобы мы здесь erreichen, является девушно-прanzösской партнерской 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 партнеры. Поэтому мы можем сказать, что наша центральная политическая тема является партнерство. Для Германии, Франция является самым важным партнером. В первую очередь, потому что мы представляем единые для нас ценности. Это ценности правового государства, свободы, достоинства человека, развития торговых связей. Мы представляем единую культуру. Так что можно уже сказать или очень часто можно слышать о рефлексии, французском рефлексии германской политики, что подразумевается под этим. Под этим понимается, что при всех важнейших решениях Германия обязательно консультируется с Францией. И мы очень рассчитываем, что двигаясь по этому пути, мы действительно станем принимать всегда согласованные решения. И это не означает, что это не в отдельных вопросах интенсивные дискуссионы вместе. И, что мы в определенных вопросах вместе рingen, чтобы улучшить лучшие Lösungen, чтобы улучшить лучшие идеи, которые мы имеем, улучшить. Но это, думаю, что у меня есть очень нормальная партнер, и это может быть иногда новые. Мы считаем, что Франкрыш и Донецкран от многих как Мотов, как Мотов, как Мотов для Европейской Унион, который функционирует, чтобы улучшить, чтобы улучшить новые проблемы. Мы считаем, что это очень важно, чтобы улучшить. Это совершенно не означает, что нет таких вопросов, по которым бы у нас не проходили дискуссии. Честно говоря, иногда при обсуждении мы должны даже бороться, бороться за то, чтобы найти наилучшее предложение по наилучшему пути или решению какой-нибудь проблем для того, чтобы достичь общих для нас целей. Мы можем сказать, однако, что в таких партнерских отношениях, в которых мы находимся, это совершенно нормальное явление. Наоборот, это придает импульсы для нашего сотрудничества. Нам часто приходится слышать, что Франция и Германия представляют собой мотор Европейского Союза. И мы должны сказать, что осознавая это, мы направляем наши усилия на то, чтобы этот мотор функционировал, чтобы Европейский Союз смог справиться со всеми задачами и вызовами, которые ставит перед ними современность. И мы очень хорошо осознаем, что Франция и Германия в сотрудничестве хотят и могут это сделать. Спасибо. Спасибо вам. Господин посол Микел Ру, как сейчас складываются отношения между Францией и Германией, с вашей точки зрения, с французской стороны? Спасибо. Я хочу на мой взгляд поблагодарить Радио Морал, чтобы получить это интервью. Прежде всего, здравствуйте. Спасибо, Радио Морал, за то, что вы предложили нам провести сегодняшнее интервью. И, конечно же, хочется поблагодарить радиослушателей, Радио Морал и мою коллегу госпожу Монику Иверсен, которая прибыла в Кыргызстан вот уже 8-9 месяцев назад. Я хочу сказать, что я полностью подпишу все, что я подпишу, что я подпишу под каждым словом, поддерживаю все слова, сказанные Моникой Иверсен, которая прекрасно, грамотно и подробно, главным образом, рассказала о природе наших отношений и наших общих целей. И вот, чтобы понимать правильность сегодняшней, настоящей наших отношений, нужно, конечно же, все-таки заглянуть, на секундочку, вглубь историческую справку, на секундочку хотелось бы дать. Почему? Потому что все-таки Франция и Германия – это выход с одного большого государства, империи Карла Великого, и эта империя была поделена его тремя сыновьями в 1843 году. И если мы смотрим в историю менее ancienne, как мадам Аббасадеар ла ивоке, grosso modo, entre 1800 и 1945, la relation bilaterale a été маркée par beaucoup de conflits и de guerres terribles. И если мы посмотрим на историю, которая не так, не столь глубока, как только что мы говорили, то есть возьмем период 1800 года по 1945, то, как правильно сказала госпожа посол, а действительно этот период был отмечен большим количеством конфликтов и кровавых войн. И, конечно же, неспроста, то есть были самые разные причины, да, благодаря знанию которых позволяет нам знать сегодняшние настоящие отношения. И, конечно же, в тот период, конечно же, был большой, это был настоящий подъем национализм в Европе. И, конечно же, подъем, рост промышленный рост, да, то есть и, понятное дело, что тогда уже тоже появлялось большое количество оружия, вооружения. И что касается границ, то, к сожалению, действительно, было такое вот абсолютное неуважение к границам соседних государств. И это привело, конечно же, к многочисленным конфликтам между соседствующими странами. И вот как реакция на весь этот абсурд, на всю эту жестокость, родился вот этот наш союз между Францией и Германией. И она была нана просто после войны, в Второй войне, в 1950 году, он был обозначен созданием Европейской Ассоциации Угля и Стали. И как раз в ту пору территория между Францией и Германией, на этой территории, тогда это была такая спорная территория, в общем, глупые были разногласия. Альзас, Лорен, там находилась самая большая территория по производству Гуля и Стали. И, в том числе, это было действительно совместным производством в тот момент, и для того, чтобы действительно конфликт или война, которая могла наметиться, чтобы избежать всех этих конфликтов. И это получилось. Вот. Я знаю, что, уважаемые радиоведущие, господин Эдил, ему интересны, ему нравится история связанная с генералом де Голем. Так вот, если позволите краткую справку, нужно сказать, что в ту пору генерал де Голль, он вступил в должность главы государства в 1946 году, и совсем ненадолго он был вынужден покинуть этот пост и вернуться снова к власти только в 1958 году. И что же он сделал по возвращении к власти? В первую очередь он пригласил к себе домой в свою деревню канцлера немецкого господина Конрада Аденауэра. Это генерал, милитэр, который пришел из войны, который стал президент французский и хотел показать, что франко-альманская реконсилия и Европа были важны для него. Будучи военным, то есть участником также военных действий, генерал де Голль тем самым хотел показать приверженность к основной ценности, то есть убедить немецкий народ в том, что его намерения искренне и заключались они в одном. То есть в продолжении, в примирении, в продолжении развития созидания Европы. И эта visite de Конрада Аденауэр и ensuite une série de конференции, которую дала генерал де Голль в Альмане, quelques-unes в Альмане, обутили в 1963 на то, что мы называем «Трэте Лелизе», которая является базой легальной, которая кадра любовь и кооперация франко-альманская. После этой встречи прошли также ряд других конференций в Германии, и некоторые из них даже были проведены на немецком языке генералом де Голлем. Они привели к тому, что был подписан Елисейский договор в 1963 году. И я хочу рассказать aux аудиторов и aux jeunes, которые были нынены в 21-м веке, что эта история еще fresh. Moi, ma grand-mère, m'a parlé beaucoup de la mort de son père, qui a été tué en 1917 à Verdun, pendant la première guerre mondiale. И вот хотелось бы сказать, что история-то, это на самом деле довольно-таки свежа, да, то есть в наших воспоминаниях, в воспоминаниях моего поколения. Это особенно будет интересно услышать вот новому поколению, поколению 21-го века. Вот, к примеру, моя бабушка много мне рассказывала про своего отца, который погиб в городе Вердан в 1917 году. Она также мне говорила о своем брате, который был убит во время бомбардировок в 1976, в 1900, в бомбардировок, в 1940 году, во время бомбардировок. И это говорит о том, что нам с Моникой, в общем-то, повезло родиться на свете во время вот такой вот уже мирной Европы. В тот момент как раз там был началом восстановления, созидания всей Европы в мирных условиях. И когда в 1976 году передо мной встал вопрос, какой же изучать первый иностранный язык, я выбрал немецкий. Я был в немецкий. Я был в немецкий. И это была модель, и это была любовь франко-альманская, которая сформировала. В то время это было модно изучать немецкий язык, и, с другой стороны, это был, скажем, такой показатель дружбы франко-немецких связей. И я был в 10 лет, и я думаю, что это помогло мне форжать и мой характер, и моя vision мира. В тот момент мне было 10 лет, и я считаю, что это закалило мой характер и способствовало установлению моего видения всего, что происходит вокруг меня. И вот конкретный пример, да, мой сын сегодня, он работает в Гамбурге в компании Аэробус, да, известная, всемирная известная компания. То есть она европейская, но большая часть принято считать, что она франко-немецкая. То есть то, что вот, скажем так, сегодня, да, современные все эти реалии, они как раз происходят вот из того периода, с 1960-х годов. То есть то, что было в прошлом, мы видим результаты сегодня налицо. Вот что касается, вкратце, отношений между Францией и Германией. Ну, что касается второго пункта, Европа. И когда мы говорим про создание Европы в целом с 1950 года, да, когда вот я упоминал ассоциацию, европейскую ассоциацию угля и стали, а также позже, 1957 год, когда мы говорим про римский договор, то есть это вот как раз все происходит из таких двусторонних взаимозависимых, может быть, даже сказать, отношений между Францией и Германией. И вот в то время, когда многие европейские страны были действительно разрознены, то постепенное примирение, воссоединение, оно произошло во многом благодаря подписанию этого римского договора. И как уже было сказано моей коллегой, послом Германии, Франция и Германия всегда стояли у истоков самых важных начинаний в Европе. Возможно, речь идет не про одну силу предложений, силу начинаний, но про самые основные идеи сейчас об этом можно говорить. Сегодня мы говорим о том, что у Франции и Германии практически одинаковые видения в развитии Европы. И так же нужно понимать, что Европа сегодня, Европейский Союз, это не просто какой-то огромный рынок. Безусловно, здесь присутствуют и другие нюансы, другие моменты. То есть это, конечно же, и политическая структура, это идентичность и одинаковые единые ценности в Европе. И вот так же позволите небольшую краткую справку. И сегодня, в связи с естественным расширением Европейского Союза, когда мы насчитываем 29 стран-участниц Европейского Союза, то сегодня Франция и Германия, конечно же, вес уменьшился. То есть мы говорим уже не при 59% по отношению количества населения от всей Европы, а 29%. Получается, если мы говорим про конкретные цифры, 512 миллионов жителей. И сегодня Франция, как и Германия, необходимо уметь убедить остальных стран-участниц в развитии или в каких-то начинаниях в рамках Европейского Союза. И именно поэтому, как уже говорила моя коллега, Моника, действительно нашим странам необходимо перед тем, как дать какие-то идеи, предложения для убеждения всех стран-участниц, нам необходимо согласование между обеими странами. Спасибо, господин посол. Госпожа посол Моника Иверсен, вот вам вопрос такой. Как вот сейчас, много вы говорили о том, что будут реформы Европейского Союза, какие есть идеи, инициативы со стороны Германии или Канцлер Германии? Госпожа, у вас есть вопрос, что у вас есть? Вопрос в том, что у вас есть? Вопрос в том, что у вас есть идея, инициативы со стороны Германии? Большое спасибо Вам за Ваш вопрос. Я хотела бы сказать, что вот такой отправной точкой стали предложения, которые были высказаны президентом Макроном. Поэтому я с большим удовольствием хотела бы переадресовать этот вопрос, собственно говоря, что мы перешли к первоисточнику. Большое спасибо, господин Макрона. Я начну с предложения господина Макрона, о чем мне уже была возможность рассказать однажды, придя в эту студию. И как мне уже удалось сказать на одной из передач посвященной как раз вот этой теме, Макрона выиграл президентские выборы в мае 2017 года как раз с проевропейской программой. В то время как его оппоненты, конкуренты, они очень много говорили, критиковали, то есть негативно отзывались об этой программе касательно развития Европы. И говоря про опросы того времени, опросы населения, нужно сказать, что 60% населения французов, они были как раз за вот эту вот программу, за то, чтобы действительно нужно было уже приступать к созданию, к продолжению созидания Европы, в то время как 72% говорили, что вот они были против реформы. И Макрон победил на выборах с количеством 66% голосов, то есть то, что говорит о том, что действительно проевропейская программа, она сработала. И на тот момент это было действительно своевременно. Почему? Потому что как раз это совпало с Брекситом и у населения начинались появляться какие-то беспокойства насчет будущего. То есть, его идея Европы, президент французский, она была представлена, пока что он был выбор, в Европе, в Европе, в Университете Умбольдт. И господин Макрон, на самом деле, начал уже говорить о том, что он заложил в свою программу, еще за несколько месяцев до выборов, он воспользовался конференцией, которая прошла в Германии, в Берлине. И, как уже правильно сказала моя коллега, госпожа посол Германии, господин Эммануэль Макрон рассказывал про многие, про несколько кризисов, важных кризисов, которые Европа претерпела за последние 15 лет. Прежде всего, он говорил про вопросы безопасности, да, то есть, конечно же, были отмечены ряд очень беспокойных моментов, то есть, конфликты появлялись то там, то здесь, недалеко от границ Европы. Это, конечно же, был терроризм, а также, безусловно, речь идет про кризис миграционный. И, конечно же, также, он не забыл сказать и про долг, глобальный долг, так как многие государства, многие государства просто переизбы тогда, то есть, огромные цифры. И, как раз, вот, перед лицом этих угроз, этих рисков, сама Европа по себе, сама по себе является уже ответом, то есть, решением многих проблем. Невозможно решать эти вопросы отдельно, друг от друга. Нужно решать их совместно. И, конечно же, в январе 2017 года, Emmanuel Macron говорил о том, что у Европы есть свои личные, характерные Европе обязательства. То, что в Европе зародилась демократия, и то, что как раз мы должны защищать, Европа должна защищать все постулаты демократии, в то время как, к сожалению, параллельно с этим, в многих странах в мире авторитарная власть также набирает обороты. И, также, потому что Европа, она премьет мультилатерализм, она премьет мирный, открыт, открыт, открыт. И, во всем мире, Европа действует ради многосторонности, ради открытости, чтобы быть открытой всему миру. Она выступает только за свободу, за свободу прав человека. И все эти действия основаны действительно на фундаментальных основах права человека. Она против того, когда ущемляются права, против изоляционизма. Эммануэл Макрон предупреждает, что в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. Для того, чтобы провести свою конференцию в сентябре 2017 года, господин Эммануэл Макрон вынужден был подождать, пока пройдут выборы в Германии. Я не буду останавливаться на очень мелких деталях. Я лишь скажу о том, что он выступал за то, что его предложения сводились к тому, чтобы действительно решить вопросы еврозоны. То есть, он поднимал вопрос о совместном бюджете еврозоны, а также о налоговых обложениях совместных по еврозоне. И второй вопрос о реформе рынка труда. То есть, он уточнил этот момент, сказав, что нужно положить конец своего рода социальному демпингу. То есть, что он подразумевал? Он подразумевал этот факт, что очень часто с людьми, которые ищут работу, например, в одной стране, там, где они работают, они не там получают зарплату, а получают зарплату в другой стране. Ну и третьим пунктом он предложил создание настоящей политики европейской обороны с общей, опять же, силой вмешательства. Но вмешательство, естественно, не на правах силы, понятно, как я уже говорил. Также, естественно, с общим бюджетом в области обороны и с общей доктриной всех действий. В-четвертых, он предложил укрепить европейскую демократию. Которая на данный момент, все-таки, к сожалению, воспринимается как отдаленная технократия, отдаленная от людей. Он предлагает, например, создать общий список европейский. То есть, например, для того, чтобы у людей была возможность голосовать не только, например, за французских депутатов, а вообще за европейских депутатов в целом. В-четвертых, он предлагает также улучшить создание, улучшить реализацию ряд программ в области миграции. Например, он предложил создать общий европейский офис по предложению убежища. То есть, то, что он предложил, главное состоит в том, что дебаты, дискуссии, они были запущены, были начаты. Но для того, чтобы двигаться дальше, конечно же, необходимо, чтобы мы утвердили, обозначили ряд вопросов именно на основе двусторонних отношений, то есть между Францией и Германией. И, касаясь европейских вопросов, естественно, Франция и Германия стараются действовать, ну, можно сказать, идти в ногу друг с другом, советуясь, консультируясь и двигаясь дальше. Госпожа посол, как вы смотрите на позицию Германии по реформированию Европейского Союза? Госпожа посол, как вы видите на позицию Германии по реформированию Европейского Союза? Да, спасибо. Я могу сначала сказать, что для Германии, что у нас есть большая большая группа, которые имеют про-европейские настроения, das heißt, люди der überzeugung sind, dass es ihnen in der EU und mit der EU besser geht, als ohne. Das heißt, dass sie also auch bereit sind, weiterhin an diesem europäischen Projekt mit teilzuhaben und zu arbeiten. Большое вам спасибо за поставленный вопрос. Я, наверное, начала бы с того, что в Германии есть большинство, и непростое большинство, очень убедительное большинство, Граждане Германии, которые настроены про европейские, они выступают за европейский союз. То есть это люди, которые совершенно убеждены в том, что и в европейском союзе, и с европейским союзом они будут иметь лучшее будущее, чем без него. Я хотел бы сказать, что с появлением на политической сцене Эммануэля Макрона, с созданием его движения, которое имеет очень небольшую, недолгую историю, практически Эммануэль Макрон возник неоткуда, он был малоизвестным политиком, и вдруг ему удалось выдвинуть такие предложения, которые стали для европейского союза свежим ветром, которые были многими гражданами в европейском союзе именно восприняты с большим оптимизмом. Это было очень интересно для нас. Его предложения получили сразу очень большое признание большинства населения, потому что они стали символизировать для нас возможность движения вперед. И это все на фоне того, что появлялось значительное количество сил, которые были настроены националистически, и видели свое будущее с Кореей в том, чтобы они развивались вне европейского союза. И мы хотим с Франкременом работать с Франкременом. У нас было проблем с Франкременом, что мы после Франкременом, что мы до этого неизвестны, чтобы мы были на регионизированы в Европейском союзе. С Франкременом состоят seit März 2018. В Европейском союзе в конкретной формулировании президента Macron союзе в Европейском. А что касается вопросов того, как в Германии были восприняты эти предложения, то, к сожалению, мы должны сказать, что в Германии существовала следующая проблема. После состоявшихся в прошлом году выборов потребовалось значительное время для формирования правительства в Германии. Вы знаете, конечно, что правительство ФРГ было сформировано всего лишь в марте 2018 года. А когда были выдвинуты предложения президента Макрона, это сентябрь 2017 года. То есть мы в течение долгого времени просто не могли каким-то образом откликнуться на эти предложения, дать свою оценку и так далее, именно из-за того, что у нас не было сформировано правительство. Однако сейчас в настоящее время у нас есть что сказать. У нас появилась собственная позиция после того, как был заключен коалиционный договор между партиями, которые образовали правительства, и после многочисленных переговоров, которые были проведены между Францией и Германией. И я хотела бы коротко коснуться некоторых пунктов. Но в первую очередь я хотела бы говорить о политике. В финансовой сфере мы преодолели тот кризис, который разразился несколько лет назад. Однако мы не можем сказать, что все риски уже миновали для нас. И поэтому существуют риски опасности для еврозоны. И это требует от нас действий по созданию стабильной еврозоны, стабильного развития для того, чтобы были обеспечены устойчивость и внутренних, и внешних рынков. Если говорить формулировка, то нам требуется гармонизация структур и с точки зрения деятельности банков и функционирования капиталов во всех странах европейского Союза. Мы считаем, что по образцу всемирного валютного фонда мы можем организовать европейский валютный фонд, который тоже мог бы заниматься тем, чтобы предоставлять кредиты, разумеется, под обязательства о проведении соответствующих реформ. Deutschland и Франкриши haben sich auch geeинigt, dass man vorschlagen will, ab 2021 in der Europäischen Union einen mehrjährigen Haushalt für die евро-зоне aufzustellen, mit dem man вettbewerbsfähigkeit und auch die стабилisierung in der евро-зоне fördern kann, indem wir eben in Innovationen, auch in human-kapital investieren. Германия и Франция договорились также, что с 2021 года в Европейском Союзе может быть создан бюджет Европейского Союза, рассчитан на несколько лет, который должен стать таким механизмом для развития конкурентности с одной стороны, между странами, членами Европейского Союза и стабильности с тем, чтобы могли быть возможны инновации и инвестирование в человеческий капитал. Германия и Франция в газетной лазерной связи в новую Украину. Что для нас не вопрос, то есть мы имеем в истории в европейской инициативе, в идее в финансиде политикольческий союз, в том, что за одной созидании Союзу в государстве, в деятельности принести несколько манифицированных, При этом нужно сказать, что Германия выразила свое согласие в дополнительное финансирование в такой бюджет Европейского Союза. Однако, чего мы не можем допустить, и чем Германия категорически не согласна, это с тем, чтобы финансовый сектор Европейского Союза превратился, так сказать, в союз должников или в союз выплат по долгам и так далее. То есть мы никаким образом не можем себе представить, что может быть такое развитие, когда долги будут каким-то образом обобществлены, так что наступает какая-то почти автоматическая обязанность для всего Европейского Союза выделять определенные суммы по этим долгам. Это то, чего мы допустить не хотим и не можем. Однако, по всем другим позициям, мы готовы на дополнительные расходы. В сфере безопасности нам очень понятно, что Европа будет внести больше собственной ответственности в будущем в будущем за свою безопасность и преимущество будет принимать. Что касается нашей позиции в отношении безопасности, для нас совершенно понятно, абсолютно необходимостью является то, чтобы Европейский Союз в будущем все большую часть задачи брал в собственные руки по обеспечению и своей обороны, и по своей безопасности. И в этом отношении Европейский Союз уже принял решение по созданию инструмента, этот инструмент называется постоянное, структурированное сотрудничество в области обороны и безопасности. И это дает возможность работать здесь на такой устойчивой и на долгосрочной основе. И к нашей безопасности gehört auch, что мы в фрагиле регионы партнеры, страны, в милитарном обороны. Это означает, что мы пытаемся, их милитар, свои защитные силы там, чтобы они стабильны, и не все проблемы, которые в инстабильном обороны происходят в миграции или в других обороны, letztendlich в Европе воздействуют и к нам. А к политике в области безопасности относится также и наше представление о том, какая помощь может быть оказана регионам или странам отдельным, с такой хрупкой структурой, которая не является устойчивой и так далее. Мы считаем, что мы должны предпринимать, продумывать те меры, которые могут оказывать помощь армиям этих соответствующих стран с тем, чтобы проблемы, которые возникают в этих странах, не были каким-то образом затем привнесены в европейский союз. Мы должны помогать им решать проблемы там, чтобы не сталкиваться позже или с конфликтом, или, например, с миграцией. Как уже сказал мой коллега, я хочу присоединиться, что касается нашего сотрудничества в области экономики, то мы заинтересованы в том, чтобы произошла конвергенция, сближение экономик всех членов государств Европейского Союза. Сейчас нам очень отрадно заметить, что во всех, без исключения странах, которые являются членами Европейского Союза, наблюдается экономический рост и снижение безработицы, то есть рост людей, которые на постоянной основе работают. При этом мы замечаем, конечно, что в некоторых странах имеются довольно существенные цифры по безработице, в первую очередь молодых людей, молодежи. И мы со своей стороны также согласились рассмотреть возможности создания или поддержки стабилизирующего фонда для поддержания именно вот таких, очень, очень таких четко определенных для нас целей. И еще один момент, который в моменте в Германии, может быть, и в Германии, но не только в Германии, но и во всем Европейском Союзе, если не во всем мире. И в Германии наблюдается не единое отношение, видение, очень разница, большая разница и расхождение мнений. Это Миграция. И поэтому я хочу сказать, что мы очень серьезно убеждены в том, что решение в одностороннем порядке или просто игнорирование этой проблемы, не являются, с нашей точки зрения, хорошим путем для решения этой проблемы. Только совместно, только при нахождении каких-то пунктов, которые нас сближают, мы можем справиться с этим вызовом. Большое спасибо, уважаемые послы Франции и Германии за столь интересные и глубокие ответы о роли Франции и Германии в Европейском Союзе. Я желаю вам удачи и процветания. Также благодарю за прекрасный перевод с французского Артема Мавланзарова, с немецего Нелия Михайловича. Спасибо вам большое, спасибо, до свидания.